Экофест 2018 Это и есть доброе дело. Оказать реальную поддержку новаторским идеям гениального инженера Анатолия Юницкого – это значит осуществить технический переворот в области перевозок. Это значит обеспечить безопасность передвижения людей на нашей планете. Я хочу рассказать вам несколько историй. Грустную, про русскую золушку и про вечную любовь, которая превратилась в огромное доброе дело. Страшную – о том, как доброе дело может превратиться в преступление. О чудесах, которые случаются в нашей обыденной жизни. О досадной ошибке в московском градостроительстве, которую, впрочем, легко исправить. Но начнем по порядку. Меня зовут Галина Савинич. Я коренная москвичка. Родилась и живу в районе Останкино. Я люблю мой район. И есть за что. Здесь, вот на самом этом месте, происходили интереснейшие исторические события. Эту красоту создал крепостной архитектор Павел Потехин еще в 17 веке. Рядом с ним еще один шедевр – знаменитый дворец-театр, построенный в конце 18 века по проекту Джака Макваренгеля. Но само строительство дворца шло под руководством крепостного архитектора Павла Аргунова. С этим дворцом связана реальная трогательная история русской зоушки, которая родилась крепостной, а стала графиней. Это история любви самого богатого и знатного вельможи Российской империи. Красавца, получившего самое лучшее европейское образование, графа Николая Петровича Шереметьева и его крепостной актрисы Просковья Жемчуговой. Параша Жемчуговой была наделена голосом необыкновенной красоты. Одаренную девочку с раннего детства готовили к сцене. Обучали музыке, иностранным языкам, благородным манерам. Ей было 14 лет, когда граф впервые увидел ее на сцене и был покорен ею навсегда. Их роман развивался в родовом поместье Шереметьево в Кусково, где находился домовой театр. Но, несмотря на серьезное намерение Николая Петровича, по законам того времени, граф не мог жениться на крепостной. Сплетни, насмешки и оскорбления со стороны света, протесты родственников графа делали жизнь Параша Жемчуговой невыносимой. Чтобы оградить от обид любимую женщину, граф построил для нее этот дворец-театр. По отзывам современников, это был один из самых роскошных дворцов Подмосковья. В этом дворце блистательной оперной певицы и актрисе Просковье Жемчуговой аплодировали польский король Данислав Август Понятовский и российский император Павел I. Самые счастливые годы влюбленной пары прошли именно в этом дворце. До конца в граф добился разрешения на брак у императора Александра I, но счастье супругов было недолгим. После рождения сына Параша умерла от туберкулеза. Перед своей кончиной графиня Просковья Ивановна Шереметьева просила мужа построить больницу для бедных. Безутешный граф пережил возлюбленную супругу всего на 6 лет, который посвятил воспитанию сына и исполнению последней воли Просковьи Ивановны. Он построил в Москве больницу для бедных, знаменитый странно-приимный дом графа Шереметьева. Проект больницы создал великий зодчий Джакома Кварен, который был страстным почитателем таланта Параши Жемчуговой. Сегодня в этом красивом здании размещается институт скорой помощи имени Склифосовского. Вот так доброе дело в память о большой любви служит людям уже более 200 лет. И все это время в этой больнице лечили и продолжают лечить пациентов совершенно бесплатно. А теперь мы идем в Останкинский парк, который раскинулся за усадьбой. Не переключайтесь, будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok